Всем привет! В эфире программа Студия 21. С вами ее ведущий Кирилл Егоров. Сегодня поговорим о миллениалах, или как их еще называют, поколение Y, или как их называют еще, и, на мой взгляд, это самая корректная формулировка, поколение Y, Y, Y. Миллениалы – это люди, которые встретили новые тысячелетия совсем юными, и в силу этого они глубоко вовлечены в процесс информационных технологий. В гостях сегодня Денис Беспуда, психолог. Приветствую. И Наталья Беренчик, типичный представитель своего поколения. Здравствуйте. Наташ, прости сразу за формулировку «типичный», поскольку сегодня будут не самые лестные отзывы об этом поколении, но как есть. А для начала посмотрим сюжет моей коллеги Татьяны Ключ об истории этого понятия. Сетевое поколение, эхо-бумеры, милленииты, поколение Next или самые распространенные миллениалы. Кто они такие и что обозначают эти понятия? Я изучила этот вопрос. К понятию миллениалы относят целое поколение людей, рожденных во временной промежуток с 1980 по 2000 годы, которые отличаются от предыдущих поколений целым рядом качеств. Во-первых, глобальное мышление. Благодаря развитию сначала сотовой связи, а затем и интернета, мир стал более единым, а новости о событиях в разных точках земного шара публикуются очень оперативно. Во-вторых, глубокий цинизм. Ученые считают, что поколение Next более цинично и лицемерно, нежели предыдущее. Третья особенность – низкая религиозность. Исследования, проведенные в 2006 году в США, показали, что 48% эхо-бумеров верующие, 20% атеисты, 32% агностики. Далее исследователи выделили следующие качества – короткое внимание, нежелание взрослеть и, конечно же, ориентация на социальные сети. В перспективе ученые считают, что миллениалы станут чаще менять места работы, быстрее обучаться новым гаджетам, а стеснительные люди станут более раскрепощенными. Ну что ж, посмотрим, сбудутся ли их прогнозы. Как видим, у этого поколения есть будущее. Тем не менее, есть и свои проблемы. Вот сейчас процитирую. С поколением 2000-х довольно сложно ладить старшим поколениям. Их обвиняют в том, что, во-первых, они привилегированные, нарцистичные, эгоистичные, несфокусированные и ленивые. Наташа, в чем-то узнаешь себя или нет? Да, узнаю в какой-то степени ленивые. Потому что порой всегда хочется полежать на диване, отдохнуть, ничего не делать. Но ты понимаешь, что тебе надо развиваться, идти вперед и не быть типичным подростком. И хочется добиваться каких-то целей, которые ты ставишь перед собой. И смотришь на окружающих, и хочется не быть похожими на них. Просто проявить себя, да? Да, проявить себя и показать себя. Ну вот ты такой себе по всему образцовыми линиями. Вот таких бы всех. Вот ты сказала отличаться от окружающих. От окружающих кого? Твоих ровесников или просто? Да, окружающих моих ровесников, моих одногруппников. Ну, я учусь с ними, и смотря на них, они отучились и приходят в общежитие домой, просто сидят. А мне это неинтересно. Мне хочется пойти куда-то, еще чего-то заниматься. Я свой активист, да? Денис, привилегированное, вот такое слово прозвучало первым, наверное, не зря. В чем привилегия? Ну, смотри, это надо смотреть издалека. Привилегированность изначально идет из детства. Если родители наши, да, миллениалов, старались как-то выжить скорее в свое время, было сложно. То нас они хотели от этого, понятное дело, оградить. Стремясь нас оградить, они нас немножко избаловали. Ну, кого-то в большей степени, кого-то в меньшей. Затем ребенок идет в школу. Там тоже система такая, что нету проигравших. Кубки за то, что пришел там до финиша, хотя бы просто добежал. Как и в спорте, наверное. Как и в спорте, как в учебе. Это поощрительная награда просто. В итоге получается у ребенка комната завешена грамотно, предположим. Потом ребенок отучивается в университете, там система похожа, и затем он попадает на работу. А вот на работе он уже сталкивается с реальностью. Когда просто так не поощряет, поощряет по факту. Вот, одна секунду, давай не будем пока о работе. А у самого ребенка в такие моменты, когда он получает какие-то награды за условно последнее место, у него не развивается какой-то комплекс? Он не чувствует, что награда-то несправедливо заработана? Я думаю, скорее развивается инфантильность. В любом случае, я эту награду получу. Потому можно не стараться. В это идет и в дальнейшем возникает проблема у него. Достижение каких-то своих целей, успехов и прочего. И вот ты сказал, впоследствии эти какие-то проблемы проецируются на его работу, сказываются на его уровне работы, да? Конечно. А каким образом? Ты ведь не можешь прийти на работу и сказать, мне все здесь должны. Я буду у вас работать, вот возьмите меня, а я... Тем не менее, работодатели замечают то, что, приходя на работу, такой миллениал зачастую считает, что он очень востребованный кандидат. Хотя заслуг у него как таковых, ну, может и не быть. Всего этого с ними сложнее работать. Вот у нас есть Наталья. Наташа, ты работала где-то? Я учусь, я работала по специальности художественным руководителем. Я столкнулась с тем, что учаясь, где ты участвуешь в каких-то конкурсах, тех же городских, ты завоевываешь какие-то места, приходя на работу, это не особо учитывается, потому что ты уже являешься полным сотрудником, да? Ты работаешь, и ты должен выполнять все свои обязанности. И тебе нет никаких поблажек, неважно, ты студент, ты подросток. Твои предыдущие регалии тут никого не интересуют. Да, то есть ты должен себя уже на работе показать, что ты стоишь, да? Насколько мне известно, многие миллениалы хотят иметь работу со смыслом. Это так? Да, я бы сказал, что так. Ну, в принципе, можно опрашивать, да, на улице, как бы вам, что интересно. Сейчас я работал со смыслом, чтобы работа приносила удовольствие, чтобы на работу ходить, как хобби, заниматься, да, чем-то таким. Просто получать от этого удовольствие еще и заработную плату. Мы все трое, простите, перебиваю, мы все примерно до возраста, я так понимаю, да, то есть мы все миллениалы. Я узнаю себя в этом, пока узнаю. Наташа, ты? Да, я узнаю, и я понимаю, что в основном все подростки, они хотят просто заработать много денег, да? Мне сейчас хочется развиваться, неважно, сколько я сейчас заработаю, важно то, какой опыт я сейчас получу, чтобы я его применила потом. Это интересная характеристика по поводу того зарплаты миллениалам. Действительно, порой важнее иметь работу интересную, неважно, невзирая на заработную плату, деньги порой не становятся приоритетом. Интересно, однако у тебя, ты сказала, две работы. Одна работа у тебя не по специальности, как понимаешь? Да, сейчас летом временно я подрабатываю официантом. В то же время я наблюдаю за людьми, смотрю, как они себя ведут, и очень порой смешно, которые подростки моего поколения, да, они насмотрелись, наверное, каких-то сериалов, приходят и строят себе неизвестно кого, то есть пытаются... Вот по этому поводу многие работодатели обеспокоены тем, что молодежь не приходит с заранее завышенными требованиями к своему рабочему месту. Да, я сталкиваюсь даже вот со своими коллегами, так сказать, да, то есть они хотят, то есть мы должны получить много, да, то есть я пришел, значит, меня должны все слушать, меня должны уважать. Прежде чем тебя должны уважать, ты должен себя показать, в какой степени на что ты способен, ну, завоевать уважение к себе. Так получается еще, что в наше время еще остается та работа, ну, просто которую нужно делать. Она не творческая, да, к сожалению, она там, возможно, не такая интересная, но ее делать кому-то все же надо. Такой работой заниматься сейчас никто не хочет, и при Диме Линял на такую работу, отучившись, ну, он разочаровывается. Ну вот смотри, разочарование, из него вытекает что? Молодой человек, выполняя работу, которая ему не нравится, он работает плохо? Не сказать, что плохо, он работает обычно. Грубо говоря, на отвали. Да, конечно, отработал, пошел домой. Многие работодатели говорят следующее, поколение Y, это вот милитмила есть, трудно управлять. Это все из-за эго какого-то разбутого? Не только из-за эго. Так уж получилось, что в силу разбалованности, ну, некоторой такой, и вот этой свободы, которую хочется, получивши свободу, не знаешь, что с ней делать. Не можешь на себя взять ответственности. Мы все стремимся к какой-то самостоятельности, как я понимаю, да, и в работе тоже. Однако, сталкиваясь с этим, мы обращаемся за помощью к начальнику кому-то, да. Как это получается? Какие-то двойные стандарты? Не то, чтобы двойные стандарты, все же, это, наверное, связано с какими-то страхами. Наташа, есть? Ну, я считаю, что молодой сотрудник, он не должен бояться подходить к работодателю, то есть узнавать, спрашивать совет, потому что мы молодые, мы только учимся, да. Понятное дело, что нам хочется показать себя, что мы сами справимся, что мы самостоятельны, но все не приходит сразу. Я считаю, что мы должны спрашивать советы. Ну, возможно, мы сделаем так, как мы хотим, да, но мы должны смотреть на старшее поколение, потому что они уже чего-то добились, и у них больше опыт. Если я правильно понимаю то, о чем мы сейчас говорили, то я могу такой вывод пока сказать. Вот главное отличие нашего поколения от предыдущего, потому что мы хотим подстроить условия работы под себя, а не наоборот подстраиваемся сами под рабочее место. Давайте мы немножко отойдем от темы работы. Моя коллега вышла на улицы города, чтобы узнать, как в целом молодые люди чувствуют себя комфортно на улицах. Итак, смотрим материал Татьяны Ключ. Одежда, татуировки, яркий цвет волос. Одним словом, молодежный бунт против серой массы. Однако не все готовы самовыражаться. Причиной тому боязнь быть непонятыми. Насколько общество готово понимать и принимать современную молодежь, которая постоянно в поисках способов выражения себя? Давайте это выясним. Первая опрошенная оказалась самой настоящей жертвой общества. Татуировки появлялись одна за одной, начиная с 10 класса. Ее отвергало общество, но она оставалась собой. Вы знаете, года три назад я здесь боялась выходить на улицу. Правда? Потому что подходили люди, хватали за руки, мужчины лет 40 и так далее. Мне как девушке не очень габаритного телосложения было не совсем комфортно. Сейчас могу послать куда надо. У меня вообще 22 татуировки, если посчитать по штучи. Да, чего там только не было. И драйды были разного цвета, то есть это еще нормальный внешний вид. Спустя три года стало у нас общество более демократичным. Стало. У нас сейчас столько татуированных людей. Даже несмотря на такое мнение неформала, противники все же имеются. Как ни странно, эта молодая девушка не спешит принимать молодежь такой, какая она есть. Ну, как сказать, ну, я не знаю, каждый выражается как бы сам по себе. Кто-то внешностью, кто-то одеждой, кто-то лексиконом своим, очень хорошим молодежным. Ну, не знаю, я как бы не пытаюсь это делать. Когда проходит человек, скажем, с зелеными волосами, как он на него реагирует? Ой, ну, конечно, негативно, непривычно, некрасиво. Однако не все так категорично против свободы самовыражения молодежи. Мне нравится, когда человек как-то представляет себя и показывает это окружающим. А вы сами как-то самовыражаетесь? Ну, в силу профессии, того, что я уже взрослая, и то, что социальные нормы немножко давят, наверное. Я не делаю это на широкую публику. Вот я смотрю на вас такая кожаная жилетка. Вы, наверное, тоже такая дерзкая характером. Да, пытаетесь самовыразиться каким-то образом? Нет, я училка и по натуре, и по профессии. Да, иногда, когда я в отпуске, и когда я не иду к ученикам, я могу так выйти. Ну, я считаю, что у каждого человека есть возможность показать себя. Ну, правда, наша молодежь не всегда это правильно понимает. То есть они это делают, крася волосы в яркий цвет, набивают татуировки, прокалывая себе тело. Люди, которые постарше, не понимают этого, но это, в принципе, просто проявление себя в какой-то мере. Алло, ну куда? Вы не можете оставить без ответа. Ребята, 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 вы не можете нас оставить. Это очень важно. Ну, что ж такое-то? Скромные, очень скромные, неформалы. Вы ведь никак себя не проявляете. Человек своеобразен по-своему. У вас тоже браслет своеобразный, не для серой массы. Кто-то боится выделяться из толпы и подстраиваться под общепринятые нормы, а кто-то готов закрыть глаза на общественное мнение. Я вижу, у вас тоже свой собственный стиль есть. Как вы относитесь к самовыражению? Как к вам общество относится? Я не знаю, я не очень зависима от мнения общества. То есть, если мне что-то нравится, я это ношу, я это делаю, и, в принципе, вот и все. Ну, просто стараюсь лучше одеваться, быть как все, не выделяться так как в общем смысле. Быть уникальным, это, ну, в наше время это, не знаю, как-то не очень. Почему? Это потому что вот люди не так смотрят, кто-то, может быть, подойдет, скажет? Да, могут посмотреть не так, принять не за того. Ну, вот у вас сегодня такие зеленые яркие штаны. Мне кажется, они привлекают внимание прохожих. Как на вас смотрят? Ну, так идут. Когда я прохожу мимо, так поворачиваются и все максимум. Сейчас на нас все поворачивается и смотрится. Думаете, с чем это связано? С чем это связано? Потому что здесь камера. Как вы относитесь к ребятам, допустим, у которых татуировок много, которые как-то по-другому проявляют себя? Татуировки это нормально. Это толерантно. А вот когда волосы белые, это уже не то чуть-чуть. Да какая у тебя разница, чего? Ай! Мне не нравится. Тебе не нравится? Ну, ты же не придешь к человеку в открытую, не скажешь ему это. Я знаю. Ну, толерантно. Я просто пройду. Ты толерантен? Да. Да. Как видим, брещане в большинстве своем очень даже положительно относятся к разного рода проявлениям внутреннего я нашей современной молодежи. Так что не бойтесь самовыражаться. Интересная ситуация. Сегодня даже необычные молодые люди в Бресте могут практически ничего не бояться. Получается так. Вы с этим согласны? Да, сейчас стало посвободнее, я бы сказал так. Даже сравнивая с нашим подростковым возрастом, стало все гораздо свободнее. Ну, с тобой соглашусь. Да, сейчас смотрю, даже мои приятельницы, мои знакомые, они, ну, свободно себя чувствуют. Они, наверное, самовыражаются. Красиво волосы в красный, зеленый цвет, фиолетовый. Я даже не считаю в этом что-то плохого. Многие люди набивают татуировки, да. Я слышала от старшего поколения то, что это грех, это некрасиво, ты испортил себе кожу. Просто у старшего поколения они еще помнят, что татуировки носили либо моряки, либо заключенные. Да, многие говорят, что ты что-то сделал. Интересно, а если вот такие какие-то эксперименты переходят границу, допустим, модификация тела, когда люди себя подшипники выгоняют под кожу или там, не знаю, зубы затачивают, это нормально или это какое-то уже отклонение? А дело в том, что в этом стремлении выделиться сейчас очень стало сложно, правильно? Все покрасят волосы, это стало нормально, татуировки нормальные, людям все равно порой хочется некой индивидуальности. И уже в силу этого они бегут за чем-то таким, за подшипниками. То есть, по сути, это проявление какого-то эгоцентризма и тяги к признанию? Тяги к признанию, к привлечению внимания, я бы еще так сказал. Это же интересно, все оборачиваются, смотрят. По поводу привлечения внимания, давайте поговорим про социальные сети. Наверное, это один из самых ярких инструментов такого способа взаимодействия с миром. То есть, посмотрите на меня, я важен. И для нашего поколения не секрет, это актуально как ни для какого другого. Мы выросли с этим, вот с этим, да? Будем честны, сколько часов в день мы проводим за социальными сетями? Наверное, нет определенного времени у меня. Но я могу сидеть дома, да, сидеть смотреть телевизор, сидеть в телефоне. Я еду в автобусе, сижу в телефоне. Есть время, сижу в телефоне. Даже порой проснулась ночью, там, бессонница. Сразу люди берут телефон и сидят в нем. Я понимаю, что я так не усну, сидя в телефоне. Надо вот ложить далеко и попробовать уснуть. Денис, у тебя сколько? Я не могу подсчитать прям количественно, но все же я могу без них обходиться. Это я точно знаю. Ну, будем честны, не хочу вас нахваливать, но это необычно для нашего времени. Это действительно необычно. Ведь сегодня, наверное, во многом в социальной сети это крик о помощи людей, а нет? Не только крик это о помощи. Людям интересно в социальной сети зачем-то выставлять свою жизнь целиком полностью на показ. В социальных сетях распространено лайки, да, такое понятие, когда люди одобряют то, что ты делаешь. Это, наверное, беготня за этим одобрением. Как это ни странно, в принципе. Миллениал нуждается в каком-то постоянном поощрении своей вести и похвале, вот как ты этого сказал, на работе, да? Да, и в итоге мы имеем противоречие. В стремлении за их индивидуальностью требуем одобрения. Это странно. Если ты индивидуален, то к чему тебе одобрение? У тебя есть Инстаграм? Да, конечно, есть у меня Инстаграм. Сколько подписчиков? Тысяча. О! Ну, я не глядю за ними, я не глядю за лайками. Просто есть, тоже есть у меня знакомые, которые обижаются, говорят, ты мне не поставила лайк. Вот, вот, вот. Наверное, только с нашим поколением мог появиться такой термин, как номофобия. То есть боязнь остаться без мобильного телефона. Я скажу, что у меня есть знакомые, которые, если даже у них просто возьмешь телефон или куда-нибудь отложишь, они начинают сильно психовать, они начинают злиться на тебя. У них появляется ярость, и ты уже боишься их, ты им отдаешь этот телефон, чтобы они сидели спокойно. Так, из Кандинавы проводили такой эксперимент, если не ошибаюсь, финны. Детей оставляли без гаджетов на 8 часов, и у детей случались какие-то панические страхи, они хотели проявить, и не плакали. И, в принципе, что происходит, Денис? Вот как психолог оценили. Ну, видимо, без этого уже никак. Тут дело в том, что не гаджеты в этом виноваты. Все же, в интернете есть много очень полезной информации, нужной. Можно научиться, можно что-то узнать. Однако в запросах у нашего поколения в основном что? Порно-сайты, социальные какие-то сети, ну, будем честны, и какие-то, может быть, видео-шуточные или обзоры на фильмы, да? Ну, самые популярные запросы на Ютубе. Вот я подписан на ты, наверное. Ну, я просто не считаю это виной интернета. Нет, само собой. Это вина пользователей и того, что им нравится. Мы, когда говорили о лайках, тут нужно вспомнить гормональную систему, дофамин. Гормон, доставляющий нам удовольствие. Это лайк, он дает дофамин. Признание дает дофамин. Что-то короткое, смешное дает дофамин. То есть, допустим, Наталья, когда говорит, что ей наплевать на лайки, она немножко лукавит. Ей приятно их получать. Приятно видеть запрос в друзья, да? Конечно, приятно видеть то, что люди оценивают твою фотографию. Но нет такого, вот мне не поставили лайк, я обиделась. Но, тем не менее, надо же сказать, когда ты выставляешь фотографию, ты же все-таки ждешь чего-то? Ну да, я жду, конечно. Ты же ее поставила не у себя на полочке, а кому-то выложила в свободный доступ в сеть интернет. Я согласна на то, что многие люди выкладывают просто каждый свой шаг. И это перебор, это уже, наверное, болезнь какая-то. Хорошо, наверняка ты часто сталкиваешься с таким мнением от старшего поколения. Вот ваше поколение полное, вы не читаете, вы не продвигаете науку, образование было лучше в советское время и так далее. Было такое у тебя? Конечно, было, да, даже когда ты сидишь в телефоне. Ну, бывает то, что ты в телефоне книгу читаешь. Старшее поколение не было этого, и они не знают, да. Во все времена, наверное, ругали предыдущее поколение, да, точнее, следующее. Я не думал, что мы плохие, я не думал, что мы хорошие. Наташа, а по поводу воспитания твоих детей и будущих, ты их оградишь от социальных сетей или ты будешь, наоборот, дозволять многое? Ну, наверное. Своего ребенка с самого детства приучаствовать в интернете, ну, я не считаю, что это правильно. Смотрю на детей, которые ходят 5-6 лет, они уже ходят с очень модными телефонами, сидят в интернете, в инстаграмах сидят. Ты просто подписываешься и читаешь, что они пишут там. Многие родители создают своим детям странички, это еще веселее, да. Да, есть такое то, что ребенок плачет, держит телефон, поиграйся, не плачь. В наше время телефон, гаджет, интернет – это очень простой способ ребенка занять. Когда родителям не хочется заниматься его воспитанием, да, что-то ему там научить, далее гаджет, ну, вроде там не за гаражами где-то, да, дома тут, ну, все понятно, все здорово. Но, будем все же честны, в интернете очень много разной информации, которой нужно подходить с измеримым возрастом. И для маленького ребенка там, ну, скажем так, есть файлы, да, которые ему не стоит наблюдать. Вот вся эта система, социальные сети, избалованность наша определенная, вседозвольность, по сути, это ведь ведет к гиперболизации нашего эго. Куда это нас все приводит? Если вот я захожу в ВКонтакте, я вижу, что я подписан на примерно тысячу пабликов. У меня много новостей для меня интересных. Это все для меня. Это все для меня. Я смотрю, я выбираю. Я понимаю, что я сам решаю, с кем мне дружить, не дружить. Я выбираю круг общения и кучу других вещей. Я выбираю музыку, я больше не сижу, не слушаю там радио в ожидании своей любимой песни. Я выбираю свою любимую песню и могу скрутить ее на репите сколько угодно. Это все к чему приведет нас? Ну, пока сложно, когда к чему приведет, но тут все же другие вещи. То, что музыка стала собой, информация, это, в принципе, хорошо. Да, наличие выбора. Если ты имеешь выбор, ты, возможно, посмотришь, что тебе интересно, сделаешь какие-то выводы и двинешься в этом направлении. Тут в плане эгоизма я бы сказал чуть-чуть другое. Мы говорили о лайках, о признании, о комментариях. Это все же немножко выбивается из реальности, да? Вроде как у нас страничка в социальных сетях, где куча друзей, все нас любят, нам пишут комментарии какие-нибудь там красивые, прекрасные, умные, интересные. Но реальность и другая. Выходя там на улицу, вступая в какой-то новый коллектив, тут ты не какой-то... Вот именно. Выходя из социальной сети, ты сам становишься другим. Именно в этом убедилась моя коллега Татьяна Ключ, когда она решилась на довольно необычный эксперимент. Итак, смотрим. Я решила проверить, насколько отзывчиво современное поколение. Для этого мне понадобится тяжелая сумка и многолюдная улица. Будем надеяться, что кто-нибудь мне все-таки поможет дотащить непосильную для девушки ношу. К эксперименту все готово. Сумка удивляет своей массивностью даже без содержимого, а любимые коллеги милостиво поделились своей литературой. Потом вернешься на место. Теперь самое время приступить к эксперименту. Очень интересно, как я буду тащить. Место – пешеходный мост возле городского вокзала. Обстановка так и располагает к взаимопомощи. Однако первые два казалось бесконечной лестничной пролетом не пришлось справляться самой. Когда я почти отчаялась, помощь подоспела неожиданно. Давайте я вам помогу. Если можно. Спасибо большое. Ну что ж, повторим эксперимент. За четыре подъема и четыре спуска мне помогло в общей сложности около шести человек. Количество неравнодушных не может не радовать, но, быть может, тут просто место волшебное. Теперь отправимся на Советскую и посмотрим, как обстоит дело с добротой на главной пешеходной улице Бреста. Даже несмотря на повышенный интерес к моей персоне, прохожие здесь помогать сильно не торопятся. А я уже с трудом тащу сумку. Когда мои силы были на исходе, помощники все же нашлись. Пусть их было и немного. Спасибо большое. О, давайте. Спасибо большое. Не-не-не. Сотни человек на улице Советской помогли мне лишь единицы. Делайте выводы сами. Не совсем приятная ситуация. Местами даже стыдно за молодых людей. Наташа, бывала в такой ситуации, когда не помогают? Да, бывала и не раз, потому что я и учусь в другом городе. То есть я все время езжу с сумкой тяжелой. Бывает, что на тебе три-четыре сумки. Ты вот так на себя вешаешь, ты еле идешь. Ну, с поезда тебе помогут спуститься. Дальше нет. Если помогают, то это взрослые люди. Арина, такая вот фигня, идет в мобильнике вот так вот, да? Да, или они посмотрят, да, бывают, услышишь насмешки какие-то, да? А если помогают, то помогают люди, ну, старшие. Ну, вот все они помогали преимущественно старшие люди, да? Странно. Денис, с чем это связано? Мы просто уверены, что мир вокруг нас вертится, и все. Я бы не сказал, что это прям проблема поколения. Скорее, проблема воспитания. Дело в том, что я неоднократно слышал, когда женщины как раз-таки постарше точно так же жаловались на то, что мужчины им постарше тоже не помогают. Тут еще может быть момент стеснения. Благодаря тому, что мы много времени посвящаем социальных сетям, общаемся там, мы в реальной жизни разучиваемся контактировать и общаться. Ну да, вот, Наташа, такой вопрос. Тебе знакомиться подходят молодые люди на улице? Подходят, да, но это нечасто. То есть, мне кажется, даже порой... В контакте чаще, да? Разумеется, да, потому что там нет стеснения. Ты написал, да, ты еще тебе ответили, ты еще можешь посидеть и подумать, что тебе ответить. А когда ты общаешься, сразу же, ну то есть, видно твои эмоции, да, видно все. И в основном в жизни, мне кажется, даже когда люди порой хотят познакомиться, они, ну, стесняются, и знаете, там бывает такое, фотографируют тебя, или просто пишут там в группах, да, ищут девушку, вот она шла с большими сумками, так-то одета была, да, только так тебя находят. То есть, проще прийти домой, напечатать два слова с зубами нечищенными. Да, моей девушке понравилось, я там это самое. Интересно. Денис, ты сказал, несколько есть причин вот этому. Какая еще, кроме воспитания? Общество движется к равенству, да. То есть, признать то, что там девушка слабее, не каждая девушка уже на это, в принципе, соглашается. Почему-то я слабее. Однако, сила женщины в ее слабости, это аксиома, по-моему, нет? Ну, я бы с тобой многие не согласятся. Я тоже так считаю, но... По поводу миллениалов сказали довольно интересную фразу. Первое поколение, у которых нет героев, но есть кумиры. Вот как психолог, поясни. Хм... Ну, наверное, попробуем, конечно, пояснить, порассуждать с советского времени. Были ли герои Великой Отечественной, на которых равнялись, да? Потом были какие-нибудь герои труда, потом же были там герои-шестидесятники, да? Съехавшие там за границу какие-нибудь поэты, писатели. В наше же время, поколение мы, Ингрик, стремимся к свободе, к индивидуальности. И мы, видимо, уже... Нам не нужен именно образ героя, нам нужен кумир, чтобы на кого-то равняться. А кумир, он уже бывает разный. Это может быть как корпоративный начальник-босс, для некоторых, так и отшельник, который уехал жить в дебри, рок-музыкант, не знаю. Герой — это собирательный образ, да? Герой он, что ли, нерушимый, да? Он вот такой, какой есть, положительный. А кумирами же могут быть так называемые антигерои, да? Для кого-то. Вот сейчас, наверное, время как раз-то антигероя. Ведь многие персонажи сегодня, которые находятся на вершине финансовой, да, и на вершине успеха, популярности, они, по сути, творят какие-то странные вещи. Тот же музыкант Аксель Роуза с Гансом Долзис, который пьет женщину, принимает наркотики и дебошит стабильно, да? Или актер панин, да, условно. У него есть поклонники, как это ни странно. И вот ему предлагают роли. Наташа, вот есть у тебя какие-то примеры антигероев, которые сегодня являются кумирами твоих? Я даже не скажу, что я на кого-то, на кого-то кумира равняюсь, да? Да, скорее всего, я равняюсь на людей, которые старше меня, которые, ну, чего-то добились в жизни, действительно, своим трудом. Вот, хорошо, ты живешь, ты учишься где? В Пинске. Ты живешь где? В общежитии, да, живу в общежитии. У тебя есть соседки? Да. У них наверняка плакаты какие-то висят? У них висят свои фотографии, селфи свои. Вот то, о чем мы говорили до этого, да? Да, у них висят свои селфи, только селфи. А, Денис, а в чем все-таки причина популярности антигероев? В том, что плохим быть проще или просто это притягательнее? Нет, мы говорили о стыдливости, да, о боязни. Антигерой делает как раз-таки, что хочет. Он тот самый идеал свободы, который... Мне нравится, слушай, мне пока вот это интересно. Да, да, он идеал свободы, который вроде как каждый из нас стремится, но боится... Ну, какие-то моральные догмы. Ее получить, да, и его сдерживает. А антигерой не боится. Вот и все. Попросим вас немного пованговать. Какие прогнозы касательно миллениалов могли бы сделать сегодня? Наташа, куда мы идем? Скоро своих детей воспитывать? Подумай. Да, но я считаю, что мы не очень плохие, как многие старшие поколения говорят, что мы плохие, потому что мы сидим в телефонах. Ну, кто-то действительно просто сидит в телефоне, потому что он зависим, а кто-то что-то узнает оттуда полезно, да, то есть и, ну, как-то развивается. И я считаю, что, да, своих будущих детей не надо, то есть вот сразу ты плачешь, держи телефон, отдохни, да. А, ну, учить как-то правильно его направлять куда-то. Интересно. Денис? Куда мы идем? Честно, сложно прям так точно ответить на этот вопрос. И мы просто идем к чему-то, а это уже видно будет со временем. А что касается нас, я согласен, что мы не плохие, мы, не знаю, нехорошие. Мы, вот, мы те, кто мы есть. Так, ну, закономерно было... Это хорошо, это довольно общая фраза, простите меня, но вот, а если все-таки подумать, какими мы будем, мы будем вообще техногенно-зависимы, получается. Чипы будут в головах стоять, мы будем смотреть клипы прям вот не в гугл-шлеме, а просто перед глазами. Мы считаем, что это уже перебор. Это перебор, да, ну, ведь к этому идет или нет. А с точки зрения психологии, люди все более зависимы от техники. Ну, техника очень просто плотно вошла в нашу жизнь. Это уже как данность, без нее мы уже себя не мыслим. Тут даже нельзя сказать, хорошо это или плохо. Если цивилизация будет продолжать существовать в нашем виде, это, ну, обычно. Вот если она рухнет, да, условно говоря, тогда, конечно, будут проблемы. На сегодня это все. Миллениалы неплохие и нехорошие. Они просто такие, какие есть. И другими мы, наверное, не будем. Куда мы придем, мы посмотрим. А вы, дорогие телезрители, попробуйте хотя бы на день выключить мобильные телефоны. Или забудьте их дома. Говорят, это здорово. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова